Приветствую всех на моем канале, это Юля Чепелева и сегодня мы вместе с Лео расскажем о том, какие у нас послабления новые в Израиле, как мы выходим, продолжаем выходить из карантинного времени. Лео должен был вернуться вчера в детский сад, но в итоге уже в последний момент были изменены решения и к учебе вернулись лишь школьники первого и второго класса. Я говорю сейчас про город Решен-Лицион, потому что каждый город, мэрия каждого города приняла свои итоговые решения, то есть было распоряжение правительства, Минздрава и в итоге итоговое решение было все-таки за мэрией. И некоторые мэрии решили вообще не открывать школу, потому что они сказали, что учебные заведения пока еще не готовы принимать учеников. Что касается детских садов, это было решение по всей стране, детские сады пока не открывать и вот на сегодняшний момент детские сады должны вернуться к работе 10 мая. Кто же вернулся к работе? Вчера вернулись первоклассники, назовем их так, и второклассники, а сегодня присоединились к ним еще ученики третьих классов. Опять же, повторюсь, это так происходило в городе Решен-Лицион, может быть в других городах это было немного по-другому. Насколько я знаю, у нас в Бершеве, я рассказывала, живут родственники, моя тетя и вот ее младшая дочь, которая ходит во второй класс, они к учебе не вернулись. Их мэр, мэр города Бершевы сказал, что пока что школы не готовы, поэтому как только будут готовы, школьники вернутся к учебе. С завтрашнего дня, с 5 мая, должны к учебе вернуться старшеклассники, это те дети, которые сдают в этом году выпускные экзамены, и для них тоже очень важно возвращение к учебе. Посмотрим, так ли это будет, потому что итоговые решения принимаются у нас только накануне ночью, даже не вечером, а ночью. И потом мы понимаем, идти нам в школу или садик или не идти. Что касается кружков, скорее всего к кружкам в этом году мы уже не вернемся, скорее всего все кружки будут отменены. Еще одно из послаблений, люди старше 67 лет могут вернуться к своей работе. Также есть разрешение встречаться с бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска. То есть вот эти вот семейные встречи можно возобновить. Также можно встречаться с друзьями до 19 человек на открытых площадках. Все это, конечно, планы, и каждый раз они начинают меняться. Это одни из планов, это вернуть торговые центры, каньоны к 5 мая. То есть с завтрашнего дня они тоже должны начать открываться. Будут разработаны специальные приложения, по которым люди будут туда заходить. Проверки там будут, говорят, примерно как в аэропорту Бен-Гурион. Те туристы, которые проезжали через аэропорт Бен-Гурион, представляют, какие это будут проверки. С 17 мая должны вернуться фитнес-центры, музеи. Опять же, это все очень предварительные оценки, потому что, например, говорили, что рестораны вернутся к концу мая. Сегодня уже называется дата середина июня. И что касается учебы, кстати, еще один момент очень важный, что вот у нас знакомая, я как раз нахожусь около школы, она вчера вернулась, ее дочка вчера вернулась к учебе. И их класс разделили на две группы. В каждой группе должно было быть по 15 человек, но на деле в каждой группе было по 5 человек. Пока что многие родители решают не посылать своих детей в школы и сады, считают, что это ставится какой-то эксперимент над детьми. Но еще одна проблема. Те учителя, которые вернулись уже к работе, они, понятно, прекратили дистанционное обучение. Поэтому те дети, которые остались сегодня в домах, они находятся без учебы, и все это возлагается на плечи родителей, потому что в школах учеба есть, соответственно, эта услуга предоставляется родителям, но это уже решение за родителями, посылать детей или нет. У нас вообще такое распоряжение Минздрава. С 7 лет ребенку нужно ходить в маске в общественных местах, Лео у нас 5 лет. Наша воспитательница попросила нас купить ему такие пластиковые козырьки, когда они вернутся к учебе. Очень сложно мне представить, как 5-летние дети будут в этом ходить. А что касается школьников, то они ходят в обычных масках, ходят они в масках на переменах на улице, в классе они сидят без масок. Скажи мне по поводу карантина. Надоел тебе карантин? Да. Что ты, почему ты больше всего соскучился? Бесхия. Схия, плавание. Да. Но в этом году, я не знаю, Лео, будет плавание или нет, в этом году кружок уже вряд ли вернется. Может быть... Прямо не будет ходить. Ну, скорее всего, в общественные бассейны я не буду ходить в этом году, а на море, вот когда море откроется, то на море будем ходить. Что касается моря, пляжи откроются последними. Почему пляжи откроются последними? Потому что у нас песчаные пляжи и в песке может сохраняться очень долго частицы вируса, поэтому пляжи у нас откроются последними. И даже вот на последних выходных мэрия Решон Лициона патрулировала пляжи, на них даже нельзя было заехать. Те люди, которые, например, живут около пляжа, там есть дома прямо напротив пляжа, они могут заниматься спортом там. Поэтому вот до сих пор вот эта двоякость ситуации и принятие решений, потом отменяют эти решения, меняют их в последнюю минуту. И многие израильтяне просто уже запутаны, что это было, тем, что происходит в стране. И сейчас можно сказать, что израильтяне, они разделились на два лагеря. Кто-то считает, что выход из каротина слишком быстрый, нужно делать это все намного медленнее, непонятно, к чему это все приведет. Другие же люди говорят, что нужно уже скорее вернуться к обычной повседневной жизни, тем более цифры у нас не такие уже устрашающие. Число выздоровевших людей, оно намного превышает уже число заболевших. Ежедневно заражается все меньше, точнее не заражается, а выявляется все меньше и меньше людей, зараженных коронавирусом. Отделения коронавируса в Израиле закрываются. Так новостной сайт Wynet опубликовал, что в Аждоде, больнице Астута, отделение коронавируса закрыто. Поэтому отделения за ненадобностью закрываются. И многие люди считают, что нужно уже быстрее вернуться к повседневной жизни, потому что речь идет не только о повседневной жизни, речь идет о работе и заработке людей. Многие люди просто остались без средств к существованию. Поэтому сейчас у нас в Израиле такие две группы людей, которые спорят между собой, кто прав, кто виноват. Ну, я думаю, у каждого своя ситуация, здесь есть и правые, и виноватые. Я думаю, здесь все-таки будет решение у каждого свое, каждый человек принят свое решение, как ему себя вести, вести ли детей в школы или сады. Мы Лео поведем в сад, как только сад откроется, потому что вот эта социальная изоляция, которой были подвержены дети, это, конечно, очень страшно. И я все это наблюдала, и не пожелаешь никому, как они были оторваны от действительности. Общались с помощью онлайна, не видели родственников, бабушек, дедушек, и вот ограничивались выходом на балкон. Кстати, пока мы сидели в заперти, в Израиле уже началось лето. Видно по моей футболочке и по яркому солнцу, сегодня 26 градусов, поэтому прям так солнце припекает. Вот такие новости на сегодня, на 4 мая из Израиля. Если вы хотите получать уведомления о моих новых видео, не забывайте подписываться, нажимать кнопочку подписаться, колокольчик, и будете получать уведомления о моих новых видео. До встречи на моем канале!